Итак, всем здрасте, товарищи! Гомар Джобоген от свали и приветствую всех поклонников Хвичи Кварацхелии, который сегодня со своей командой Наполе будет биться против мадридского Реала, причем на выезде, на Сантьяго Бернабео. И это, конечно, будет великое испытание и для команды, и лично для Хвичи, потому что ни для кого не секрет, Кварацхелия очень любит мадридский клуб. Его отец, его агент напрямую заявляли, что если Хвичи куда-то уйдет из Наполи, то это будет Реалу, либо, может быть, Барселона, то есть Хвичи очень ценит испанский футбол, и для него матч на Сантьяго Бернабео на глазах у президента Реала Флорентина Переса. Но это просто супер шанс. И поэтому для него, возможно, эта встреча будет ключевой во всей карьере. При всем уважении к Наполе, сейчас мы видим, что это все-таки команды, которые, наверное, не способны стабильно быть европейским грандом. То есть они провели чемпионский сезон, а дальше, сами видите, начались проблемы. Реал — это все-таки команда более высокого масштаба, с более серьезными амбициями, где можно выиграть ту же самую Лигу чемпионов, что с Наполе вряд ли произойдет в ближайшее время, где можно получить совершенно другие деньги, в отличие от того миллиона евро в год, который платит Кварацхелия Наполе и их жадный владелец Дилло Урентис. Поэтому здесь Кварацхелия будет очень важно показать себя. Ну и давайте обсудим, как нужно играть Хвичи, как нужно использовать этого игрока, новому тренеру Наполе Мадзарри, для того, чтобы он проявил себя против сливочных и показал себя во всей красе. Это мы сейчас и изучим. Но сперва хотелось бы напомнить, что у меня появился новый канал на Ютубе под названием Бифо, где я делюсь прогнозами на матчи разных чемпионатов, в том числе и топовых, итальянского, испанского, английского, где я делаю прогнозы также на матчи Еврокубков, в том числе прогнозы на матчи Наполе и на матчи с участием Хвичи Кварацхелии. Так что, если вы хотите узнать мое мнение о грядущих встречах и узнать мои прогнозы, то проходите по ссылке в описании на Ютуб-канал Бифо. Ну а мы давайте сосредоточимся уже персонально на Хвичи. Итак, важным моментом, конечно, будет то, кто выйдет против него по позиции. Карвахаль — это глыба. Тут без вопросов, и Карвахаль — это человек, который уже не раз показывал себя в матчах против Кварацхелии. И в матчах Испания-Грузия, и в первом матче Реала и Наполи Карвахаль, может быть, уже не так эффективен в атаке и вообще не идеален. Все-таки не молодой уже парень, но свое дело знает, и в больших встречах он может вцепиться и не отпустить тебя. Может тебя жестко прессинговать, лупить по ногам. В общем, очень неприятный соперник. А Кварацхелия, когда его прессингуют по полной, ну, скажем так, он все равно может себя показать, но он будет несколько ограничен. Вспомните предыдущий матч чемпионата Италии, Наполи против Аталанты, и то, как вцепился в Кварацхелию Хатебур, правый латераль Аталанты, который вышел по ходу встречи и просто постоянно лупил по ногам Хвичу. Здесь очень важно понять, кто будет играть против Хвичи. Если это Карвахаль, то это будет очень тяжелое испытание. Если будет иной вариант, ну, тогда уже можно обсудить. А почему может быть иной вариант? Ну, потому что Реал, в общем-то, решил все вопросы с выходом в следующую стадию. У них четыре победы в четырех матчах, и для них этот матч ничего не решает. А учитывая то, что у Реала куча травм, куча потерь, то вполне возможно в этой встрече, чтобы лишний раз не рисковать ведущими исполнителями, Анчелотти выпустит смешанную обойму. И здесь на позиции правого защитника может выйти, ну, не знаю, Васкис, например. При определенных раскладах может появиться Начо, либо может появиться кто-то из молодых, либо, не знаю, Мин Дзи переведут слева направо. Посмотрим, всякие могут быть варианты, но каждый из них будет, конечно, лучше для Хвичи, нежели дуэль с Карвахалем, который может закрыть. В случае, если выйдет Карвахаль, на мой взгляд, ключевым фактором для Хвичи могут стать смещения в центр поля. То есть смещение с фланга в центр, с возможностью нанести удар в обводочку, как любит Кварацхелия. И это перспективное направление, потому что у Реала очень много потерь в центре поля. И сейчас, хоть центр поля Реала по-прежнему великолепен в плане индивидуального класса, но именно жесткости и каких-то, вот знаете, классических стоперов, классических разрушителей, волнорезов тут может и не хватить при определенных раскладках. Так что здесь нужно смотреть по ситуации и искать слабое место в обороне и в полузащите Мадрида. Еще один важный момент, это, конечно, то, как будет играть Вальтер Мадзарри. Он известен как тренер, который любит стремительный футбол с быстрым переходом из обороны в атаку без лишнего владения. Учитывая, что предстоит выездной матч против Реала, пытаться здесь играть первым номером и много владеть снарядом, но это такая себе идея и здесь, ну, с высочайшей долей вероятности Наполе попробует отдать мяч и играть на скоростных контр-выпадах. И здесь уже очень многое будет зависеть от того, насколько авантюрно будет играть впереди Реал. Понесется он сломя голову спасать, там, я не знаю, серию побед, ну, потому что многие считают, что Реал не сможет выиграть пятый матч подряд в групповой стадии. Ну, вот Реал, может быть, понесется ради этого, чтобы продлить победную серию. И тогда у Наполе, конечно, появится шанс, появится возможность работать на свободных зонах, и это огромный плюс для Хвичи. С другой стороны, мы должны понимать, что сейчас Наполе тоже, в общем-то, команда с проблемами определенными. Команда, которая тоже испытывает серьезные трудности, в том числе и в плане физики, в плане активности, поэтому пока сложно сказать, сможет ли Наполе в их нынешнем состоянии, с их нынешней формой, вот этими контратаками расшатать Реал. Как говорится, поживем увидим. Важным фактором для Хвичи, конечно, будет возвращение Осимина. Очень важным, потому что Осимин будет стягивать на себя внимание, будет играть с партнерами, отдавать обострящие передачи на Хвичу и на всех остальных. На нем будут сосредоточенные игроки обороны Мадрида, поэтому здесь у Кварасхелия, скорее всего, будет существенно больше свободы, чем было в первом матче при Вальтере Мадзарри против Аталанты. И тут, как мне кажется, у Хвичи, чисто в теории, особенно если на поле выйдет не Карвахаль справа, а кто-то другой, у Реала, здесь в теории Хвича может провести очень сильную встречу и показать себя на глазах у мадридской публики, что, конечно, очень важно в контексте возможного будущего перехода в Реал. В общем, поживем увидим.